Привет, меня зовут Александр и у меня два высших образования. Первое – экономическое, второе – инженерное. На экономиста я поступил, когда мне было 16 лет. Да, через месяц мне исполнилось 17, но все-таки 16-летний парень решал, как ему жить дальше и чем он будет заниматься всю свою жизнь. При этом, что я учился в школе-то не очень хорошо, поэтому мое было принято решение поступить на экономиста, потому что туда поступить было проще, чем, допустим, на какую-нибудь инженерную специальность. Я туда поступил, и еще потому, что не хотел идти в армию. Так я, может быть, вообще никуда не поступал, наверное. Потому что я не знал, куда я хочу поступить. Ну, родители и все мое окружение говорили, что высшее образование – это необходимость, и без него заработать денег будет практически невозможно. Далее я понял, что экономистов у нас огромное количество, и мне нужно что-то делать. Мне нужно что-то решать, и мной было принято решение поступить на вторую вышку, потому что среди экономистов большая конкуренция в нашем городе, а среди, так как у нас нефтяной городок, поэтому, я бы даже сказал, нефтяная столица России, поэтому инженеры у нас в городе требуются. Поэтому мной было принято решение поступить на инженерную специальность. Я на нее поступил и закончил. И как минимум один диплом мне в жизни вообще не пригодился. То есть я просто, моя семья потратила практически полмиллиона рублей, потому что образование стоит дорого у нас, необоснованно дорого, и я им даже не воспользовался. Второе образование, да, я по нему сейчас работаю, я сейчас инженером-проектировщиком работаю и параллельно зарабатываю в интернете. Наверное, нет, я переформулирую. Я зарабатываю в интернете и параллельно работаю по специальности, вот по этой, по инженерной. Поэтому, отвечая на вопрос, нужно ли высшее образование для того, чтобы зарабатывать 100 тысяч рублей, я вам четко могу сказать, вышка не нужна. Я бы, перемотав время назад, я бы вообще никуда не поступал и начал бы как можно раньше интересоваться, как можно заработать денег. И преимущественно через интернет. Потому что сейчас, как вы видите, все переходит в интернет, абсолютно все сервисы, все компании сейчас есть в интернете. Даже если у вас нету странички в социальных сетях у какой-то компании, либо нету своего сайта, значит вас, в принципе, вообще не существует. Наверное, только продуктовые магазины, которые, вот эти вот ларечки маленькие, у них нет своего сайта. Даже у продуктовых магазинов есть различные приложения, через которые они работают. Это так или иначе связано с интернетом. Поэтому сейчас все и все работают в интернете. А для того, чтобы зарабатывать 100 тысяч рублей в интернете, не нужно абсолютно высшее образование. Вообще, я против высшего образования для того, чтобы оно было. Многим сейчас родители, да и вообще даже взрослым людям рекомендуют отучить на вышку какую-нибудь специальную, чтобы у тебя было высшее образование, иначе тебя не возьмут на работу. Тебя не возьмут на работу, потому что ты ничего не понимаешь, нет у тебя знаний. Хотя у нас, наверное, в России так и принято. Если у тебя нет вышки, значит ты не соображаешь. Хотя очень странно. Мое личное мнение, для кого нужно высшее образование, это если ты четко понимаешь, что ты, допустим, хочешь работать в медицине. Ты хочешь стать хирургом, но, естественно, на хирурга самостоятельно ты никак не обучишься. Ты можешь только получить высшее профессиональное образование и там уже работать хирургом. Либо если ты захотел стать пилотом. Ты четко понимаешь, что у тебя с детства была такая цель, ты хочешь стать пилотом. И вот все для этого делал, и ты уже осознанно идешь на высшее образование работать, допустим, учиться на пилота. И потом, чтобы работать, я не знаю, летать на самолетике и развозить всяких пьяных дяденек и тетенек по Турциям, да по отдыхам. Всеразличные. А если ты захотел отучиться на менеджера, либо на какую-нибудь культуролога, либо какую-нибудь еще такую специальность, непонятную вообще для чего, чтобы просто было. То нет, не имеет никакого смысла тратить на это деньги. Высшее образование стоит огромных денег. Вот этот вот диплом, говорю, обошелся практически полмиллиона рублей, а по нему я даже не работал. Понимаете? То есть моя семья, мои родители заплатили за это для того, чтобы у меня просто оно было. Вот эти вот две корочки моей семье обошлись практически в один миллион рублей. Ну, за второй я уже частично платил сам, но в целом миллион рублей. Это до 2014 года, когда доллар стоил 30 рублей. Сейчас можно эти деньги умножить практически в полтора раза. Их можно было инвестировать куда-нибудь. Но я сниму на этот счет отдельный видеоролик.